Даркнет Даркнет Итак, для начала, для нашего с вами удобства, внесем некоторые ясности. Фильмы, в которых снималась Маша, мы будем называть мультиками. Человека, который их снимал и сейчас сидит в тюрьме, просто режиссером. Самое безобидное, что можно сказать про Машу Бабко, это девочка из мемов. Но в том, что при описании этой девушки нужно тщательно подбирать слова, трудно обвинить ее саму. Ее лицо знакомо практически каждому интернет-пользователю. Только вот такая популярность весьма сомнительна. В 10-летнем возрасте она стала жертвой Даркнета. И лишь в ноябре 2011 года полицейские совместно с сотрудниками Интерпола смогли задержать того, кто сотворил это с ней. Сергея Кропочкина, того самого фотографа и режиссера, который снимал мультики с Машей. Оказалось, что он был членом международной преступной группировки, которая продавала нелегальное видео. Он платил от 500 до 1000 рублей 10-летней Маше за каждую серию мультика. Кропочкина осудили, назначив наказание в виде 14 лет лишения свободы. Помогла случайность. Одна из девочек пригласила сниматься свою подругу, чей отец работал в полиции и поинтересовался, откуда у ребенка деньги. Школьница вынуждена была во всем признаться. Самое интересное, что до этого мультики с участием Маши и ее подруг были только в некоторых людей, которые и платили режиссеру за них. По интернету они еще не гуляли, но как только за дело взялась полиция, про эти видео не только узнали все, но многим удалось и посмотреть. Дело в том, что продажные полицейские сначала продали эти видео тем же людям, которым продавал режиссер. А потом им стало мало, и они в поисках, кому бы еще продать эти мультики, отдали их в еще более злые руки, которые распространили видео по всему интернету. Жизнь Маши превратилась в череду допросов и посещений отделов полиции. Она переходила из школы в школу, пытаясь сбежать от своей славы, но всегда находились те, кто узнавал ее. Она трижды пыталась свести счеты с жизнью. Мечтала переехать в другой город, но от интернета нигде не скроешься. И вот буквально несколько лет назад она снова засветилась в интернете, но уже не в роли жертвы, а в роли обычного человека. Мне надоело прятаться, бояться своего имени, своего лица, притворяться каким-то другим человеком и бояться того, что было в прошлом. Оно, это прошлое, не должно делать меня таким человеком, замкнутым, одиноким. Так что я просто решила попробовать быть собой и делать все для себя. Но, как я уже говорил ранее, интернет помнит все, и уже другие злые люди начали зарабатывать на этой девушке. Вообще, скажу сразу, что лучше всего в этой жизни, это зарабатывать честно, будучи хорошим специалистом в своем деле. Поэтому я без угрызения совести порекомендую вам одного человека. Он занимается тем, что сливает различные курсы, причем даже те, которые стоят огромных денег. По этим курсам я учу английский, совершенствую свои навыки в видеомонтаже, а мои знакомые учатся программированию, японскому языку и таргетингу. В направлении уйма и уже слито больше 40 тысяч курсов. Skillbox, Skillfactory, Geekbrains, Udemy, Яндекс Практикум, XYZ и так далее. Обычно курсы там стоят больших денег и нужно платить за каждый курс отдельно. Иногда суммы доходят и до 100 тысяч за один гребаный курс. А этот парень, очень похожий на меня, сливает все эти курсы и многие другие в один закрытый телеграм-канал, вход в который стоит всего 500 рублей. То есть за доступ ко всей этой огромной базе вы заплатите меньше, чем за один самый дешевый курс на любом сайте. В конце видео я напомню про эти обучающие курсы, но сразу уточню, что ссылка на этого человека есть в описании и в закрепленном комментарии. Можете написать ему любое сообщение в телеграме и получите в ответ всю необходимую информацию. И при желании вам скинут все возможные доказательства. Если что, я отвечаю своей репутацией. Я сам пользуюсь этими курсами и доволен как слон. Это поможет как усовершенствовать навыки и найти хобби, так и найти новую престижную работу. Напоминаю, что ссылка в описании и в закрепленном комментарии. И здесь мы потихоньку переходим из Даркнета в Телеграм. Помимо использования Телеграма как обычный менеджер, его заполонило огромное количество каналов на разные темы. Кто-то здесь читает новости, кто-то смотрит смешные видео, может быть учится чему-то новому, а некоторые смотрят фотографии и видео с пометкой 18+. Казалось бы, Маша вернулась в интернет как обычный человек, но как тогда объяснить публичные Телеграм-каналы с названием Маша Бабко? На некоторых больше 50 тысяч подписчиков. Может быть это просто личный блог, который она создала для того, чтобы, не знаю, делиться музыкой, которая ей нравится, или что-то в этом духе? Нет, если зайти туда, то ситуация несколько другая. Фотографии и видео в нижнем белье, и даже без него, с различными пошлыми подписями, где при этом не видно лица Маши. А посреди этих публикаций обычные фотографии Бабко и видео, где она что-то говорит. Например, вот это. О, привет, чуваки, давно не виделись? Я в Атутном центре, в НСК, тут весело. О, музон кончился. Или вот это. И, естественно, закрепленный пост, где предлагается купить частный доступ к архиву с ее фотографиями и видео. Окей, не буду долго тянуть, очевидно, что это не ее канал. Его создали мошенники, которые берут фотографии и видео Маши с ее социальных сетей и публикуют их в перемешку с интимными фотографиями и видео других девушек с похожим телосложением, выдавая их за настоящие фотографии Маши. Якобы она лично их публикует и вообще ведет этот канал сама. В приватке, которую продает админ, будет архив с такими же видео, где не видно лица Маши. Просто материала будет больше и, возможно, чуть хардкорнее. Да, может быть такое, что вообще ничего не скинут, просто кинут тебя в ЧС и все. Но крупные каналы обычно подобным не занимаются. Им на руку до последнего водить тебя в заблуждение, чтобы ты не жаловался на канал, ведь его могут забанить. Поэтому многие из покупателей этой приватки по сей день думают, что они действительно смотрят частные видео Маши Бабко. И здесь интересный момент, что большинство из тех, кто хоть что-то слышал про Машу, это более-менее продвинутые юзеры. Но даже среди них нашлись десятки тысяч, которые повелись на этот развод. Охват закрепленного поста с продажей приватки более 80 тысяч. Да, многие не купят эту приватку. Но даже если учесть, что ее взяли 5% посетителей, что обычно является стандартной конверсией для таких вот каналов, то автор этого телеграм-канала заработал 8 миллионов рублей или 100 тысяч долларов. Да, мы можем, к примеру, предположить, что всего 2% купили. Тогда это больше 3 миллионов рублей или больше 40 тысяч долларов. Да даже полпроцента, а то есть 10 тысяч долларов, это очень недурно, потому что это деньги из воздуха. Трафик на этот телеграм-канал человек брал с других каналов для взрослых, где реклама стоит очень дешево. Это самая дешевая категория телеграм-каналов для рекламы. Плюс большим источником трафика является спам по комментариям в телеграм-каналах, в ВК и даже в Инстаграме. Наверняка многие из вас натыкались на подобные. Для этого админ особо не тратится, поэтому трафик почти бесплатный. Очевидно, что человек вышел в большой плюс, и не он один. Это я рассмотрел только один из подобных каналов про Машу Бабко. И стоит учесть, что подобных каналов, которые ведут от лица других девушек, уйма. Это целый рынок фейковых каналов для взрослых. Оборот денежных средств со всех этих каналов даже трудно представить. Маша Бабко, Диана Шурыгина, Алиса Никитина, или как там её, различные звезды российского шоу-бизнеса и так далее. Многие из них даже не подозревают, что на их имени может заработать даже какой-то школьник. Вообще, хотелось бы узнать мнение Маши обо всём этом. Поэтому, если хотите глянуть интервью с Машей Бабко, пишите об этом в комментариях, и я постараюсь это устроить. Вполне возможно, это будет видео не для Ютуба, так как тема мультиков из Даркнета достаточно серьёзная. Поэтому лучше подпишитесь на мой телеграм-канал Легальный Даркнет, где, возможно, и будет опубликовано это интервью. Ссылка в описании. Ну и, конечно, про этот Ютуб-канал не забывайте, здесь ещё очень много интересных видео, в том числе про Даркнет. А ещё напомню, что в описании и в закреплённом комментарии есть контакты человека, который сливает курсы. Это действительно может изменить твою жизнь, ведь с ними ты сможешь стать практически кем угодно и зарабатывать хорошие деньги, даже не выходя из дома. Программист, дизайнер, таргетолог, СММщик и так далее. Есть курсы практически по всем направлениям и для любого возраста. Школьники, студенты и взрослые люди. В общем, в описании и в закреплённом комментарии есть ссылка. Пиши и получишь в ответ всю необходимую информацию. А на сегодня всё. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку. Будьте осторожны и не занимайтесь хернёй. А я ухожу. Ухожу красиво.